Приветствую вас, с вашего позволения я опущу детали вопроса, потому что здесь они не важны, как мне кажется. Скажу только, что речь идет о музыке. Музыкальное обучение. Проблемы касаются некорректного поведения преподавателя, который повышает голос на автро-вопросы. Из-за чего, по большому счету, автор вопроса не может уже нормально изучать материал. То есть, уже не получается у автро-вопроса работать. При этом дома, без преподавателя у нее все получается. Автор вопроса спрашивает, что делать, оставаться у нее на занятиях или пойти к другому преподавателю. И, в общем-то, мне здесь не совсем понятно, с чем связан такой вопрос. Ведь вам совершенно, очевидно, неприятно. Вы сами об этом пишете, что вам неприятно. Но почему того факта, что вам неприятно, недостаточно для того, чтобы принять решение? То есть, здесь вы, на мой взгляд, как будто бы себе не доверяете. И, как мне кажется, здесь в первую очередь необходимо решить именно этот вопрос. Вопрос доверия себе. Во-вторых, ну, важно понимать, самостоятельно ли вы оплачиваете обучение, потому что если вы платите сами, сами, то в этом случае вы находитесь абсолютно на равных с преподавателем. Вы являетесь его клиентом, его клиенткой, ее клиенткой. И вы имеете право говорить о том, что вам неприятно. Вы имеете право говорить о том, что, ну, считаете поведение человека неприемлемым. Если за вас кто-то платит, то имеет смысл обратиться к этому человеку после того, как самостоятельно попробуйте этот вопрос решить. Вот. То есть, ну, то есть самостоятельно надо сказать ей об этом. Но, опять же, вы почему-то этого не делаете. И купите в себе обиды, купите в себе раздражение, злость, злость. А преподавателям это воспринимается как, ну, как слабость в какой-то степени, в какой-то мере. Вот. То есть, как-то вот, вы как будто бы боитесь все. И это, с точки зрения психологии, проблемы в взаимоотношениях с мамой. И, соответственно, ваша регрессия до детского состояния, до детской, ну, до детской позиции по отношению к этому человеку. К преподавателю. Вот. Если вам кажется, что человек профессионален, то имеет смысл попробовать с ней откровенно поговорить. Ну, мне кажется странным, что она говорит про нежелание тратить свое время на вас. В счетом того, что вы ей платите. Вот. Ну, или не вы, а вот, кто-то, да. То есть, в данном случае, ну, в данном случае я не знаю, кто платит. Вот. То есть, тут несколько непонятные стороны. Вот. Такой момент. То есть, доверие себе, работа со страхом, самооценка и отношения с мамой. Возможные векторы решения проблемы. Вот. Вы же просто спрашиваете совет, что вам делать. Ну, опять же, повторюсь. Удачи вам. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу и ответу. Это позволит вам тщательно с собой работу. И только после после. И hostel. Продолжение следует...